Я Артём Винокур, а это обычный застенчивый комик. И сейчас мы поможем встряхнуться и включить настроение. Мне кажется, я на 80% уже состою из палпы, поэтому работа выжимает из меня не все соки. Включай настроение с доброй палпой. Встречайте, Евгений Чеботков! Добрый вечер, привет! Здрасте, здрасте. Здрасте, я в последнее время очень сильно подсел на определенные категории видео. Мне очень нравится видео, где находят скрытые символы сатанистов. Поаплодируйте, кто знает про такие категории видео. Остальные наука вообще не интересует. Ладно, я рассказываю. Короче, группа ученых, я полагаю, находят видосы со всяких концертов, мероприятий, клипов, и находят там скрытые символы сатанистов. И показывают, и все это озвучивают женщиной из Google Translate. И из-за этого эти видео охренеть какие страшные. Они утверждают, что все известные люди сатанисты. И мне очень интересно узнать, как это происходит. Что ты сидишь в гримерке, будучи артистом, и к тебе просто заходит сатана. Сделываем предложение, мы такой, Добрый вечер! Я слежу за разной музыкой. У нас там дорожное радио, но я... Я первый раз... Я первый раз наткнулся на вашу потрясающую песню про Федерико Феллини, и... И я однозначно понимаю, вы настоящий черт. Я думаю, в какой момент... В какой момент ты становишься интересен для них? Насколько ты должен быть известен? Просто я, ну, я ничего не хочу сказать, но я в 21-м году стал Мужчиной года по версии журнала Гламур. В их ежегодном конкурсе Женщина года. У них была просто категория для мужчин, но все равно статуэтка выглядит так. Это нежно-розовая такая статуэтка, на ней написано Woman of the Year, Евгений Чеботков, и внизу маленькими буковками категория Мужчина года. Когда ты берешь в руку, ты категорию перекрываешь, и получается просто Woman of the Year, Евгений Чеботков. Я очень хочу снять вирусное видео для американцев. Ибо, hello, America. You said that you're a progressive country, but look at me. I am the face of woman of the year in Russia. What do you say now? Чтобы американская общественность такая, oh my God, she's so brave, so fucking ugly, but so brave. Ну, для Америки это неудивительно, правильно? У них трансгендерные штучки очень развиты, в спорте особенно. Офигеть. Я не очень понимаю, но я часто вижу это в спорте. Я играю в футбол любительский, и я часто вижу трансгендерный переход прямо во время игры. Когда прямо во время матча начинает, да он меня, ну, толкнул, ну, там был офсайт, и он замахнулся и напугал, я поэтому не заметил. И я такое уважаю, потому что очень часто это я. Но я когда эту премию получил, я позвонил матери, ну, маме поделиться радостью, и я очень люблю свою маму, потому что она никогда не даст мне зазнаться. Я позвонил, я говорю, мам, я стал мужчиной года по версии журнала «Гламур». Она такая, обалдеть, Жень, я так рад, ну, в смысле, почему ты? Я очень, мне как маме очень приятно, но просто как-то. Жень, это кто хотел мог стать. Я говорю, «Эй, мам, я присылал тебе голосовалку», она такая, «Я голосовал за Стоянова». Зато я пошел в школу, в свою родную, рассказал им тоже, что стал мужчиной года. Они такие, о, круто. И я очень радуюсь, общаясь со своими учителями, хоть порой не самые бестактные люди в мире. Я зашел в учительскую, учителя такие, Чеботков, женился? Дети есть? Какова твоя политическая позиция? А какова сексуальная жизнь? Я думаю, это что, Ксения Собчак развалилась на пожилых женщин? И географичка по коридору такая, сколько зарабатываю я? Ко мне подошла директриса, взяла меня под руку и говорит, Женька, как я рада, что ты там в России стал юмористом. Я всегда говорила, Женька, знаешь, в нашей жизни непростой, нелегкой, знаешь, Жень, вот так если остановиться, задуматься, ведь юмор и смех, юмор и смех, это самое главное. И я всегда так говорила. Я думаю, в школе ты мне вообще не так говорила. В школе ты мне говорила, а твой цирк уехал, Чеботков, уехал! Она меня помнит отлично, потому что я был президентом школы. У нас такие выборы в казахских школах происходят, в Казахстане мы выбираем президент среди десятиклассников, и мои конкуренты, десятиклассники, побежали собирать голоса, представьте, у девятых, десятых, одиннадцатых классов. Невероятно тупая идея, потому что ты побежал собирать голоса у людей, которым нужно что-то аргументировать. Я побежал собирать голоса у третьих, четвертых, пятых классов. Так называемые рабочие классы школы. Вы даже не представляете, чего можно добиться за орбит. Я им столько всего понаобещал, вообще ничего не сделал. Потому что они должны были думать своей головой. Ну, фонтанчики с Кока-Колой, ну, камон. Мы еще потом, мы беседуем с директрисой, она мне говорит, как здорово вы так раз и про школу что-то скажете, я по телевизору смотрю, раз и про школу что-то. А Лерка Кудрявцева про нашу школу ни разу вот ничего не сказала. И тут очень важно отметить, что Лера Кудрявцева из Усть-Каменогорска, из моей школы. Потому что если бы это было не так, представьте, как бы это было страшно. Мы идем с ней по коридору, и она такая, вот смотрю телевизор, а вы там все время про нашу школу раз и скажете. Дальше смотрю, Лера Кудрявцева ничего про нашу школу не говорит. Дальше смотрю, Шон Коннери ничего про нашу школу не говорит. У нас при входе в школу висел портрет «Гордость школы Лера Кудрявцева». Потом она дала интервью, ее спросили, Лера, а вы откуда? Она говорит, я из маленького городка. И портрет сожгли. Теперь на этом месте другой портрет. Директрисы. Я редко бываю в родном городе, в Усть-Каменогорске. Я в основном нахожусь в Москве. Я обожаю Москву. Потому что Москва полна неожиданных встреч. Я недавно зашел в ресторан, очень крутой. Я был еще одет так, на мурмулях, в костюме. Я выглядел солидно, как водитель хазбика. И меня встречает администратор и узнает меня. Он такой, ой, Евгений, проходите, пожалуйста. Я вот так, вот так иду, вот так. Как в Казахстане за хлебом ходят все. Вот так. И смотрю, официант. Парень официант, просто под носом. Официант. Он смотрит, я повторюсь, я на костюме, все блестит. И официант просто чувак. И мы вот так замираем и смотрим друг на друга. Я на него, он на меня, я на него, он на меня. И я понимаю, что это тип, с которым мы в общаге, в Томске жили в одной комнате. И мы такие. Я думаю, офигеть, я что, внутри плохого рэп-клипа? Когда, когда, вы видели эти клипы, они начинаются всегда с детской истории. Когда мы в детстве, два мальчугана бегаем по двору, смеемся, ха-ха-ха, ха-ха-ха, по саду, да, мы бегаем. И девочка, маленькая, нашего возраста, очень красиво стоит и ест персик. Просто ест персик. И камера, клоузап на этот персик. Непонятно, почему. Хлоп, так, персик заходит. Странно, окей. Следующий кадр. Мы уже в школе, да, мы сидим. Я уже с этой девочкой, мы с ней рядом, ха-ха-ха. И сзади мой друг, вот так, в камеру, все время заглядывает в кадр, вот так. Бам, следующий кадр. Уже старшая школа, я ее держу за руку, у нас уже какие-то романтические отношения. И мой друг, вот так, везде. Бам, университетские годы. Я уже ее иду, целую в плечо, она застенчиво смущается, ей дурян. И сзади поспевает наш друг, идет с нами, чтобы всегда быть в кадре. Бам, драматичный момент. Никого нет, я один, в кадре, идет дождь. Я по телефону вот так. Где ты? Где ты? Где ты? Захожу в помещение, там тоже дождь. Да где ты? Бегу, бегу. Подбегаю к ее подъезду, подъезжает черный автомобиль. Она выходит с переднего сидения, растрепанная, но счастливая. Я вижу ее, а кто за рулем, я не вижу. И камера предательски вот так, ну типа. И я такой, да кто за рулем? Кто из трех заявленных персонажей за рулем, если двое здесь? И камера отъезжает, и там мой друг. Развалившись вот так, вальяжно сидит, такой, че? И я такой, как вы, как, как вы могли? И она такая, а зачем ты его везде брал? И я падаю на колено и такой, не-е-е-е-е-ет. И в этот момент появляется плашка. Прошло много лет. Наши дни, и вот он я, слава маликум. Вот он, я захожу. Я захожу в ресторан, вижу его, он роняет под нос в шоке. Он такой, а-а-а-а. Я вот так, че? Че теперь? Че теперь? Воздух из его рта вот так на выдохе поднимается, толкает дверь на кухню. На кухне она моет посуду. Она уже почему-то невероятная старуха. Она так поднимает глаза несчастные, смотрит на меня. И он такой, а-а-а. Я на них смотрю. Че? Че теперь? Вот так лезу в карман. И что-то очень долго, прям долго ищу. И достаю, и там косточка от персика. Типа, он сквозь все эти годы не забыл. Я вот так, что? И он стоит, а он гелем весь зализан. Такой, а-а-а-а. Она тоже, а-а-а. Я весь, а, да, блин. И мы все турки. Вот. Окей. Спасибо огромное за внимание. Спасибо. ДПСник Дорохов. Бабка, стоять! Турист Стогниемка. Я до сих пор вчера вижу. Полицейский Ознобихин. Подожди пока, остановись. А все остальные Галустян. У тебя в заказе две пиццы было. Где они? Я угостил ими своих кумиров детства. Это черепашки-ниндзя. Вы че? У них там еще сплинтер есть. Он на вас вообще один в один похож. Почему это на меня? Ну, он тоже крысик. Галустян плюс в пятницу в 10 вечера. Премьера на ТНТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!